Мы сели в машину и просто охай-махаем, потому что все нагрелось, садиться невозможно, торпеды нереально горячие, а потому что в Москве какой-то температурный рекорд. Ну, сейчас 42, ну не 42, сейчас мы поедем, будет писать 32, 32 точно есть, 6. Ребята, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь, если вы еще этого не делали. Сегодня мы вас приглашаем в необычный выпуск, который снова не связан с морем, он связан с Москвой, частично мы еще захватим, и с Московской областью. Покажу вам еще одно замечательное место, вдруг кто не знает, а вдруг кому-то просто будет интересно, ну лично нам по кайфу туда приезжать, потому что это одно из моих лично любимых мест в Московской области, и называется оно Истринское водохранилище. Мы выезжаем туда из Подольска, ехать нам 110 километров, но поедем мы не по бетонке, а 107, сейчас там еще сделали ЦКАД плавную, платную дорогу, но почему-то навигатор там не повел нас, потому что там переезд стоит сейчас бордовый и очень долго стоять. Поэтому едем через МКАД, возможно кому-то будет интересно посмотреть на МКАД, постоим там обязательно в пробках, потому что ну как ехать по МКАДу и не стоять в пробках. Так, смотрите, мы сейчас сами выезжаем в Подольске на центральную улицу, называется улица Кирова, здесь сейчас меняют асфальт, вообще в Подольске, в Подольске две центральные улицы, это вот эта Кировая и Большая Сербуховская. Итак, кстати, я снимал выпуск, летал над городом и рассказывал про этот город, посмотрите его, ссылочка будет в описании под этим видеороликом, там по-моему уже больше 10 тысяч просмотров на нем. Получилось прям прикольно, дельно, гляньте, здесь у нас в Подольске есть дворец Витязь, вот он справа, здесь проходят хоккейные всякие чемпионаты, есть вот такой памятник подольским курсантам. Проведу вам немножко экскурсию, все-таки много уже зрителей, кто нас смотрит давно, я вам покажу город, в котором мы жили достаточно долгий период, сейчас у нас здесь живут родители, и мы сюда вот приехали. Вот такая архитектура города Подольска на центральной улице Кирова. Здесь вот есть такие четыре высотки старых дома, давно были построены, а вот здесь вот ребята слева, роддом Подольска, где родились и Артем, и Родион. А это центральная площадь города Подольска, вот так все это выглядит. Так, мы с вами подобрались уже к Макаду, самое что здесь сейчас есть приятное, это то, что здесь поменяли асфальт, и нет никакой разметки, потому что здесь была такая ужасная разметка, и всегда была пробка из-за нее, из-за этой разметки. А сейчас вот все едут так, как хотят ехать, и это, вот видите, нет пробок. Так, а мне надо вообще-то вот сюда, где я забыл. Сейчас мы вот сюда вот так. Спасибо, друг. Потому что здесь висит камера, она стреляет, я здесь когда ездил, часто ловил ее штраф. Вот такой съезд на МКАД. Есть, конечно, небольшое затруднение, но это мелочи, учитывая, что, я говорю, раньше ее можно было стоять очень долго перед МКАДом на Сельхиополе. Ну все, мы выкатились на МКАД, здесь можно уже разогнаться и держать скорость у нас в ближайшие несколько километров. Зеленая зона, пробки нету, можно держать 100 скорость. А та сторона стоит. Вообще не завидую вот этой стороне, они стоят, вообще не двигаются, довольно-таки долго, много, но мы тоже сейчас встанем в пробку и просто чуть попозже. Нам сейчас повезло, что эта сторона немножко едет. А еще не завидую ребятам, которые трудятся на машинах типа Газели, где нет кондиционеров. В такую аномальную жару. Ну вот мы сейчас едем, смотрите. 37 градусов, 37! Время полпятого вечера, 37 за бортом. Просто жесть. Вот так, ребята, выглядит мега теплый стан. Здесь, да, всегда вот такая вот пробка. Можете сами наблюдать. Ну и парковка на Меге, конечно, тоже забита. Нереальная жара сегодня в Москве, нереальная какая-то. Посмотрите, даже вдаль, я не знаю, передаст нам камера, не передаст. Видимо, жар от асфальта идет, как будто бы, как будто бы туман. Дымка. Дымка, ну какая-то, жесть. Да, ребята, которые в этих фургонах, это, конечно, вообще жесть, реально. Вообще, все крутые окна вьет. Ну, а куда им? Так, мы, кстати, вот тут, видите, тоже все оттормаживаются. Значит, у нас сейчас тоже будет здесь пробка. Немножко будем толкаться. Ну, в Москве, на МКАДе без пробки никуда. Это прям не вариант вообще. Вот, все, видите, мы втыкаемся тоже в пробку. Опа. Вот так вот, аккуратненько, вот так. И встали. Мы вот немного поехали. Просто чуть-чуть такой прям заторчик небольшой был. А та сторона, видите, наружное кольцо МКАДе, оно продолжает стоять. И вообще меня удивляют, где поливайки, которые обычно ездят. Поливают как дорогу, так и в такую жару включают эти свои поливайки наверх и освежают воздух. Их вообще нет. Вот мы сколько едем уже, ни одной машины я не увидел. Вот сейчас 30. Смотрите, покажу. 35 с половиной. Почти время 5 до 25. Аномальная жара вообще. Слушайте, если вот в машине не климат, можно с ума что-то сойти. Еще вот так вот ломаются на МКАДе, видите? Еще на МКАДе вот так вот тормозят фуры прям посреди дороги. А эта сторона продолжает стоять. Ну, мы тоже толкаемся, конечно. Еще солнце нам прям в лицо. Такие здесь есть посты ДПС на МКАДе, если кому нужно. И вот здесь вот, оп, мотоциклетный. Там, где-нибудь, где-нибудь, да? Патруль стоит. Нет. Вот на МКАДе самое неприятное, что есть, когда стоишь в пробке, это то, что вот поток разгоняется резко. Вот сейчас мы что, 20 километров, разгоняемся уже 30 километров. А потом, хлопцы, весь поток резко останавливается. Поэтому здесь очень много ДТП с участием паровоза. Ну, то есть, там, когда несколько машин друг в друга въезжают. Это прямо здесь, на МКАДе, очень частное явление. Вот, видите, резко мы хлопцы остановились на нуля. Да, от такой жары, конечно, в пробках закипают машины. Видите, закипел. Да, потому что это жесть, конечно. А мы, да, мы по-прежнему толкаемся. Впереди ремонт дороги. Сейчас покажу, что там делают. И почему мы, собственно, стоим. А вот слева у нас Вегас. Кто не знает, есть такой вот большой комплекс. Тут, короче, все есть на одной территории. А мы вот сами заезжаем на ту территорию, где начинается ремонт. Висят уже всякие знаки. Ремонт дороги. Посмотрите, над МКАДом мост. Он тоже стоит. Съезд в ту сторону тоже, МКАД тоже стоит. И, кстати, всегда все стоит. Это район, район Пунцево. Ну и вот мы с вами добрались, собственно, до того момента, почему мы стояли. Видите, здесь сужение. Я думаю, все знаете, когда забирают одну полосу, тем более в таких больших городах, то все, сразу транспортный коллапс. И вот сразу после сужения мы начали ехать. Дальше доезжаем до новой Риги и отворачиваем на хорошую, нормальную трассу новая Рига. Да, я, значит, перестроился, потому что нам вот нужно уходить на Псков. Вот сюда вот здесь развязка получается такая удобная. Она не бабочка идет, а просто съезд. И налево вот как раз Красногорск, тоже город, который вырос вообще как грибы в лесу. Вот Волоколамск. Это и есть Новая Рига, ну, кому-то интересно, там проговорю. Смотрите, мы сколько по МКАДу проехали. Не было ни одной поливайки. Возможно, из-за того, что здесь асфальт меняет, поэтому его не мочат. Но, конечно, очень сложно двигаться в пробке в Москве в такой нереальной жаре. Вот у меня сейчас пишут 37 градусов. Это, это да хрена вообще. Вообще, должны, мне кажется, коммунальные службы помогать в такую жару. Ну что, вот мы и попадаем на трассу Новая Рига. Визиты знака автомагистрали. Можно разгоняться. Это Псков-720, Волоколамск-95, Шаховская-128. Здесь есть вот такой вот хелепорт, хелепорт Москва, где можно взять в аренду вертолет и полетать либо над Москвой, либо переместиться в любую точку, куда вам нужно. Вот это Новая Рига. Справа, посмотрите, какой красивый лес. Хорошо, что его не вырубили, ставили такую лесную полосу. Здесь, смотрите, есть такой большой магазин «Твой дом». А по левую руку сейчас будет дом «Дом кино». Вот, посмотрите. Не «Дом кино», а «Глад кино» называется. Мы тоже посещали это место, походили сюда несколько раз на проект «Танцы». Вот так это выглядит. Не знаю, видно вам, не видно, здесь просто такой забор получается. Толком и не разглядишь. Вот, видите, как была в кино. «Танцы на ТНТ». В общем, и на Новой Риге мы тоже встаем в пробку. Немножечко пожаримся над солнцем. Ну, благо, что у нас климат-контроль работает. В салоне сижу, но всё равно солнце попадает и давит. Впереди авария, он пишет, плюс дорожные работы. Посмотрим сейчас, что там ремонтируют. Но мы здесь километров, наверное, на пять эта пробка. Вот, если кто будет ехать, мало ли в этом направлении, то, знаете, вот тут сейчас есть ремонт дороги, который вам помешает немножко по времени добраться. По Новой Риге, кстати, тоже сколько едем, нет ни одной поливайки, хотя здесь ремонта дороги нету. Не знаю, может быть, все эти поливайки уперли в центр Москвы, чтобы там немножко освежить. Там же у нас самые клёвые ребята работают. Ну да, вот, собственно, смотрите, мы подъезжаем. Но это не ДТП, это тоже машина закипела из-за жары. Вот, видите. Хотя нет, она не закипела, она тюкнулась. Только куда тюкнулась непонятно, потому что никого нету. Видимо, кого-то догнала грузовой. И грузовик уехал, даже не почувствовал, что его ударили. Бывает такое. Так, собственно, смотрите, вот из-за чего у нас была пробка. Сейчас мы перестроимся и всё. И дальше мы вновь поедем. Так, вытесняем таксиста. Я его туда не пускаю. Ну вот так вот. Потому что, брат, тебе надо поворотик включать. Вот, видите, одну полосу снова закрыли. И всё. И дальше будем стоять. Причём не только одну, а здесь, видимо, ещё одну закрыли. Да. Вот, видите, все тоже так же начинают перестраиваться в эту полосу. И всё. Дальше всё поехало. Вот такая новая Рига. Что-то здесь мутят, хотя не поймут, что здесь конкретно делают. А вот, смотрите, ещё с той стороны тоже ремонт. То есть из пяти полос нам оставили только две. Конечно, такое мощное сужение. Поэтому и пробка. Это хорошо. Не пятница сегодня. Была бы пятница. Хама. Здесь можно было бы постоять часами. Так, ну что, мы свернули с новой Риги. Навигатор в последний момент показал, что так на пять минут ехать быстрее. И мы, получается, сейчас уходим на... Так, мы уходим на ЦКАД. Вот новая вот дорога. Блин. Я, кстати, вот не хотел сейчас по ней ехать вообще. Потому что она, по-моему, платная, ещё и не доделанная. Ну, ладно, посмотрим. Вот здесь у нас взята плата. Короче, новая трасса. Она там, откуда-то, куда-то идёт. Ну, вот через всё Подмосковье, получается, скоростная. А вообще, ребята, знаете, о чём я думаю? Когда мы поедем обратно в Подольск, мы поедем именно по ЦКАДу. Мне самому интересно посмотреть, что там это за дорога. И я вам покажу, я думаю, что многим будет интересно. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить этот видеоролик. Так, ну что, вот у нас и указатель. Быстро налево, Москва направо. Вот нам как раз сейчас на Сетофоре мы поворачиваем налево и заезжаем быстро. А перед Сетофором вот есть вот такое небольшое затруднение, где вот мы вот так вот толкаемся. Не сильно, конечно, но тем не менее ещё 500 метров до Сетофора. Ну что, мы дождались, короче, своей стрелки. Минут десять простояли. И хочу сказать, что мощно просто стоять. Вот под Солнце, видите, Солнце прям нам в лоб светит. Да, 35 с половиной градусов сейчас. Время почти шесть, представляете? Солнце даже и не думает походу остывать. А в Москве такая погода надолго затянулась, минимум на неделю. Поэтому мы спасались сначала в Кленово на озере, на природе. Сейчас едем на Истинское водохранилище, будем оплеваться там, хоть как-то спасаться. Потому что находиться в городе, конечно, в такую жару ещё то удовольствие. Всё, мы заехали в Истру. Немножко сейчас покажу вам город. Здесь ограничения знака 50. Да, кстати, ребята, я как-то тоже снимал, так же как про Подольска, Истру с квадрокоптера. Наложил, след свой голос, рассказал про этот город. Рассказал про этот город. Ссылочку оставлю в описании под этим видеороликом. Вот, значит, смотрите, мы подъезжаем к центру города. Вот такая тут архитектура. Река Песочная. Тоже сейчас её пересекаем. Здесь плотное такое движение. Ну, мне кажется, везде вообще в Московской области такое движение постоянно. Вот здесь центр города. Вот он. Вот так дорога здесь уходит направо. Здесь всякие торговые центры. Все, значит, государственные всякие различные учреждения. Всё находится вот в этом районе в радиусе 100-200 метров. Слева здесь есть городской парк. Тоже так выглядит. Ну, с виду чистенько. Мы, конечно, ни разу здесь не гуляли. Но смотрится всё нормально. Ребята, то, что вы видите сейчас вот эти золотые купола. Это Новый Иерусалим называется. Сейчас я вам его покажу ещё с другой стороны. Посмотрите масштаб и покажу его сверху. Вот посмотрите, какая красота. Единственное, что из-за деревьев, конечно, не так всё видно и не так всё это дело смотрится. Поэтому я вам предлагаю посмотреть всё это с воздуха полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почитать в комментариях, пишите. Это также помогает в развитии канала. А пока вы смотрели, мы уже выехали за город Истра И подъезжаем сейчас к посёлку, где у меня живёт брат со своей семьёй. Живут они в своём доме. Вот сейчас тоже немножечко вам покажу, куда мы в итоге приедем. А где кто тут жил в этом посёлке? Чехов. Вот начинается, видите, Бабкино. В Бабкино, ребята, жил Чехов и писал свои самые крутые рассказы. Вот сюда мы заезжаем. Всё, приехали. Всё, ребята, мы приехали, показали вам Москву, показали вам нереально аномальную жару. Я еду вот уже по Тиньку минутки две, да, и температура 33 градуса, время 18.00. Вот такая вот жара накрыла Москву, Московскую область. Поэтому мы прячемся вот в таких вот местах. Делитесь данным видеороликом в своей социальной сети. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами завтра в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok